так 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 всем привет с вами тэд бёртл и это мой топ 3 кастомных компаний starcraft 2 legacy of the void что за кастомные компании этой компании которые делают сами пользователи это недавнее дополнение в новом патче ну и собственно топ 3 при этом первое место не значит что это моя лучшая компания которым не нравится больше всего это просто три лучших компаний на мой взгляд начну наверное с компаний кто называется annihilation ее к сожалению только три уровня доступны остальные надо как-то отдельно скачивать через сайт но есть инструкция можно разобраться название можете прочитать сверху выбиваете и собственно можете в нее поиграть качественно сделанные загрузочный экран но относительно можно сказать уровня starcraft а здесь есть выбор сложности то есть вы действительно можете поиграть на разных сложностях как и в классической версии игры весьма интересно и хорошо сделаны синематики то есть относительно возможности редактора карты действительно смотрится неплохо все это создает какую-то историю интересные вот эти все моменты это наш главный персонаж собственно что-то рассказывает уже что зерги вторглись на планету ему надо с ними будет разобраться первая миссия как обычно начинается с высадки нашего главного героя и здесь мы собственно и увидим наш загрузочный экран в очередной раз хоть мы играем starcraft за одного персонажа но это не супер герой у него одна способность есть но у него стандартные жизни которые не восстанавливаются поэтому нужно играть аккуратно контролировать свой персонаж и стараться естественно не умереть что добавляет интересности и сложности при прохождении как минимум на протяжении первой миссии с большего будете контролировать только своего героя остальные же персонажи бегают сами по себе то есть они с вами объединяются а вы им лишь помогаете поэтому следить нужно только за собой контролировать себя и продолжать пытаться не умирать и проходить кампанию так что эта компания точно входит мой топ-5 очень классные всякие миссии где у вас конце концов появляются юниты которыми нужно управлять большие карты к цены классно сделанные локации это явная игра достойное внимание если вы хотите поиграть какие-то кастомные компании следующая компания конечно же одиссеи это мощное мощное мощнейшее творение я бы даже сказал после загрузки ощущение как будто вы вообще купили новую игру посмотрите какие-то кастомные такие экраны кастомный экран выбор вообще миссий и абсолютная огромная тьма миссии в два акта в миссиях подробное описание и лор поэтому если вы немножко позанимаетесь переводом вникните в историю это крутая компания на самом деле массивная работа была проведена ну и если честно вот эти синематики выглядят чуть ли не круче чем оригинал starcraft а без понятия куда они налепили как они это сделали в редакторе но выглядит реально круто то есть мы проникаемся все и вот этим происходящим мы попадаем на какую-то разбитую планету то есть предыстории нам все это показывают реально очень запарились над дизайном карт мне кажется запарились чуть ли реально не больше чем создатели оригинального starcraft а но все по классике как обычно летят самолетики и высаживают нас моделька главного героя конечно же рейнер хотя играем мы не за рейнера но вообще начало очень сильно напоминает классическую компанию легаси в зевой да однако все по-другому все-таки хотя конечно же чувствуется что было какое-то знаете вдохновение черпалось из легаси в зевой да у нас друг опять же тайкус но это не тайкус а капитан страйкер в данном как бы версии компании и карты достаточно большие то есть миссии не короткие поэтому если вы любите компании советую поиграть в эту авторы даже заморочились и сделали новые механики тут есть камушки за это укрытие за которыми вы получаете меньше урона то есть вас тут начали учат что расположите свои войска вот за укрытиями на них появляется аура и вы начинаете получать меньше урона это очень прикольно то есть добавляет новый уровень геймплея в компании мне кажется это действительно прикольно поэтому ребята эта компания эта бомба и конечно же она не заставит вас скучать потому что уже вторая миссия мы летаем на двух самолетиках медиваках с новыми способностями микрим то есть очень постарались сделать ее разнообразную интересную поэтому одиссея явно заслуживает место в моем топе ну и третье это же конечно лотов пролог терран эдишн один это можно назвать наверное спин-офф к оригинальной компании где собственно вы играете за террано но при этом проходите миссии протосов кто помнит опять же в оригинальном старкрафте такая миссия где зерги собираются и тут ломать терранскую лабораторию мы там должны между ними что-то бегать помогать убивать вот эта же миссия только за террано поэтому те кто фанаты терна в тех кто ему нравится фангель компания вола вот эта компания прикольная версия спин-офф как я говорю оригинальной компании опять же миссий тут по моему немного тут не все но при этом достаточное количество так что поиграть получить какое-то удовольствие от прохождения у вас явно получится вот ну что если вам понравился ролик ребята обязательно оставляем лайк с вами был тэд бёртал ну и до новых встреч